Всем привет! И в сегодняшнем видео мне бы хотелось поделиться с вами своими покупками. Давно я уже не трясла своими всякими побрякушками, домонатками перед камерой, поэтому решила, что настало все-таки время и, пожалуй, я сразу начну со своих закупок. Видео я это разделю скорее на две части, чтобы не оказалось слишком долгим. И в этом видео речь пойдет о покупках декоративной косметики, а также о бижутерии. Я сразу, наверное, начну с покупок помад, то есть декоративной косметики. Это были три помадки, которые я заказала у нас здесь в Дугласе в Германии. Две помады от NYX и две от ESSENCE. То есть вот так выглядят цвета, вот примерно так. Первые два цвета, которые более яркие, розовый и такой какой-то в оранжевом оттенке, наверное, будет казаться, они больше скорее будут подходить на лето, но они у меня уже очень давно лежали в корзине, и поэтому я их решила наконец-то заказать. Самый верхний цвет это от ESSENCE. И это уже более такой темный, какой-то бордовый цвет, что сейчас у нас в тренде как раз именно осенью. Могу сказать о помадах, что... Самые нижние, кстати, цвета, да, называются PALE PINK. Вот это INDIAN PINK, а это MYSTIC LILAC или LILAC, как правильно говорить, да? Помада под названием PALE PINK из коллекции UNIX MATE LIPSTIC. Все-таки немного подчеркивает вашу шелуху на губах, если же она у вас имеется, да? То есть, ну, если, в принципе, и губы в нормальном состоянии, то и смотрится довольно-таки хорошо. То же самое могу сказать о помаде INDIAN PINK, под номером, кстати, 550. Не сушит губы, но все-таки может немного подчеркнуть какие-то шероховатости, шелуху, или, может быть, какие-то трещинки на губах. Что касается помады от ESSENCE, сам цвет мне очень понравился, но наносится она не очень хорошо на губы. Она кремовая, хорошо скользит, да, по губам, не сушит нисколько губы, но ее надо очень-очень много раз нанести на губы, чтобы добиться именно такого цвета. И когда мы делаем так, то она всегда складывается в какие-то складочки, и как-то странно стирается, что приходится ее постоянно подкрашивать. И если вы что-то покушаете, или даже немножко задели, или попьете, то она у вас сразу стирается, в общем, держится она очень-очень плохо. Следующие покупки это были румяна. Одни румяна от фирмы MAC под названием Desert Rose, матовые, и другие от ESSENCE, Cherry Blossom Girl, Asian Sensation называется. Вот это, по-моему, блаж из лимитированной коллекции. Она какого-то персикового, розоватого оттенка. Вы видите, здесь два цвета, я обычно их смешиваю, сегодня они нанесены у меня на моих щеках, не знаю, видно и заметно ли их. Но они мне очень нравятся, и, кстати, подходят, наверное, на любой год время, время года. В общем, очень такие занимательные румяшки, и я с ними довольна. Румяшки от MAC это такой матовый, немножечко приглушенный, глухой такой оттенок розового. Ну, Desert Rose. Вы, наверное, я думаю, уже часто об этом слышали. Это чуть ли не классика из румян от MAC. Мне кажется, он, в принципе, хорошо сейчас подходит на осень, но и в основном, я думаю, так его тоже можно хорошо использовать. Также это были у меня тени, которые я приобрела за последние месяцы. Это были тени от Wet'n'Wild, Sweet as Candy называются они. Я откопала здесь у нас в магазине Эдека, кто живет в Германии, девчонки, может быть, если кто не знает. Также они продаются в магазинах Rewe XXL и еще, по-моему, в каких-то больших магазинах, но также не везде, не во всех филиалах. То, как они выглядят, в принципе, цена очень приличная и смотрятся они тоже очень замечательно, не скатываются. Правда, конечно, осыпаются, но, в принципе, это не единственные тени в мире, которые у нас смогут осыпаться. Ну и последнее, что было приобретено мной из декоративной косметики, это лаки для ногтей. Итак, первые лаки – это три таких лака от Essence. Nail Magnetics, Nail Art Magnetics, то есть к ним еще идет специальный магнит, который держишь над ногтем, и чтобы произвучались там разные узоры. Это три разных цвета, два темных, они достаточно похожи друг на друга, а один еще немного посветлее в таком розовом, бледно-розовом оттенке. Мне он, если честно, не очень понравился, потому что ложится, в принципе, нормально, но очень-очень тонким слоем, что на ногте даже незаметно ничего, ни самого лака, ни узора какого-либо, если ты будешь делать. И также это был вот такой магнитик, который, собственно, и делает узоры. Как я уже сказала ранее, я откопала у нас фирму в Германии Wet n Wild, и кроме теней я также еще себе решила взять на пробу лак для ногтей под названием Caribbean Frost, вот такого зеленого перламутрового оттенка. Считаю, что сейчас на осень, вот раннюю осень, осень, октябрь, осень-октябрь, сентябрь-октябрь, очень прикольно, кстати, вот этот цвет. И им я осталась довольна, держится замечательно, долго, не отрывается шмотками, ошметками и так далее. Просто класс. И два последних лака, которые, в принципе, похожи немного по своим цветам. Один лак от Essie под названием Recessionista. Recessionista. Все названия я напишу под видео, так как ломаю себе здесь язык. И под номером 287 Midnight Red от Maybelline. Два таких лака. Этот лак от Essie из лимитированной коллекции осенней. А этот постоянной продажи везде, можно его найти. Тоже два замечательных лака. Сейчас на осень, я ими очень-очень-очень довольна, держится хорошо. Кстати, Essie у меня сейчас на ногтях почти уже неделю. Немного начала блутляться на кончиках, но это, в принципе, почти как и все лаки. Но я очень довольна им. И так далее. Мы двигаемся уже к бижутерии. И из бижутерии были разные покупки. Просто от каких-то колье до колечек и так далее. Теперь пойдем по порядку. Первое колье я купила в H&M. Оно сделано под золото в виде воротничка. Я им просто была довольна и в восторге от него. Я его покупала специально на свадьбу для платья. Так как мы знаем, сейчас воротнички очень в моде, в разных их проявлениях и разных цветах и формах. И просто от этого я не могла отказаться. И просто замечательное колье. Вот так это примерно выглядит, да, когда его, если одеваешь. Да, вот такое вот. Затем это был заказ из сайта Buying Coins. И я там приобрела также пару колье, браслетов и калечек, которые я покажу вам также позже. Но сейчас поговорим, так как мы говорим о колье, да. Одно было вот такое, которое я заказала. Вы его очень много раз уже видели у многих девушек. Оно мне также понравилось. И я решила его тоже себе смазать. Но само колье я, к сожалению, еще не одевала. Потому что, когда я его мерила, то у меня поломалось... Здесь замочек поломался. И поэтому придется его сейчас никак не восстановить, если только приделывать новый. Поэтому оно мне сейчас лежит пылиться, так скажем. Но надеюсь, что скоро я это сделаю. Ну, китайское производство, что сказать. Я не обижусь, не обиделась. Ну, само колье вот такого рода. Следующее колье с сайта Buying Coins у меня на грудях. Одето уже на мне. Это, как вы видите, в виде таких шипов. Очень-очень классно. Я, когда его увидела, сразу в него влюбилась. И таская его в последнее время чуть ли не с каждым моим аутфитом. Просто замечательно. Оно сделано, конечно, из пластмасса. Потому что выглядело это как что-то тяжелое и какого-то железа. Но нет. Это все пластмасса покрашенная, покрытая блестящей краской. Думаю, что оно так же долго не протянет. Но за столь маленькие деньги и за столь короткий срок мне не жалко с ним походить. Я им очень-очень довольна. Теперь мы уже продвинулись к моим браслетам, которые я заказала. Почти все браслеты были заказаны также с сайта Buying Coins. И за исключением одного. То есть вот этого. Этот я купила так же уже давно. По-моему, еще с лета. Не знаю, видели вы его у меня или нет. Но знаю точно, что я его покупала на одну из свадеб, которые у нас были летом и в начале осени. Одевала его к платью. В таком золотом образе. Браслетик. Ну а все остальные браслетики были именно с этого китайского сайта. Это были браслеты вот такие вот в виде шипов. Также очень много варьируют у нас на ютубе девушки именно с такими браслетами. Они мне с самого начала, как я их увидела, очень-очень понравились. Я не знала, где их заказать, найти. Потом увидела их там. Они кажутся так же какими-то железными, тяжелыми, но это все пластмасса. То же самое касается вот таких вот браслетиков. Также шипы, но они уже здесь на застежке. Вот эти на резинке. На самом деле, именно вот эти вот браслетики выглядят как-то дешево. Когда вот вы именно увидите их воочию, если лайк, то эти браслеты выглядят именно дешево. Но я заметила, если их скомбинировать вот с часами, да, с какими-то еще другими браслетами, то, в принципе, это не так выделяется и смотрится это даже гармонично. Также это был еще один браслетик в форме шипов. Но здесь уже, как вы видите, он намного шире, то есть как бы идут три ряда шипов. Мне он также очень понравился. Заказала в серебряном цвете. Вот такой. Думаю, куда-то на пати будет прикольно одевать. И остался еще один браслет. Не знаю, может быть, кого-то он отпугнет, но почему-то он мне как-то все-таки понравился. И я думаю, за такие деньги можно заказать. Почему бы и нет. Может быть, это и какое-то баловство, но сам браслетик мне почему-то показался очень мил. То есть, вы видите, он выглядит как когти какой-то птицы, да. То есть, как вот эта ножка птицы, которая схватила вашу руку. В принципе, замечательный браслетик, я думаю, так, для разнообразия. Почему бы и нет, если подходит к вашему аутфиту. И, в принципе, за такие деньги в своем исполнении он несет очень достойный вид, я бы сказала. И держится он здесь также хорошо. И последними из моих бижутерных закупок, скажем так, да, это были колечки. Колечки из сайта Bindcoins. Опять. Заказала я только одно, но оно состоит из... Раз, два, три, четыре, четыре, четыре... Восемь тоненьких колечек. Это такие колечки, на которых написано название, слова. Любовь, мир. Что еще? По-английски. Свобода, счастье, удача. Вот такие вот колечки, как вы видите, они сделаны в таком, каком-то старом, пошарпанном, как будто из меди какой-то, да. То есть, ну, так же, как под серебро, под золото и вот какая-то медь, сплав. Но смотрится это очень классно, мне нравится. Их как можно одеть на несколько пальчиков, также можно все вместе одеть только на один палец. Мне нравится одевать их на два пальца, на одном побольше, на другом поменьше. Вот такое вот колечко. Остальные кольца были с магазина H&M. Одно кольцо выглядит вот так, так же под золото, оно большое. То есть, длинное, как вы можете видеть. Я обожаю здоровые кольца, это просто моя слабость. И оно, кстати, подходило так же к моему аутфиту со свадьбы, когда я все себе подбирала. И с магазина H&M это были вот такие колечки. Они шли все три кольца, как в одном наборе. Два кольца сделаны под серебро. Но выглядит просто вот так. Одно простое, вот другое немного продолговатое. Выглядит вот так. И такое же, как и серебряное, только под золото было еще одно колечко. Так для разнообразия, под разные аутфиты тоже можно их комбинировать, с чем-то одевать. И очень классные. И на этом у меня все. Это были все покупки мои косметические и бижутерные за последние 3-4 месяца, наверное. И я надеюсь, вам они хоть чуточку понравились, и вы не заскучали с моим видео. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok